МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кабардино-Балкария принимает в ней участие уже в шестой раз, сообщает Минсельхоз КБР. Выставочный центр Месси Берлин стал местом демонстрации достижения пищевой промышленности, сельского хозяйства, садоводства и производства продовольственных товаров. 13 предприятий агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарии представили посетителям и гостям выставки свою продукцию. Плодовышные консервы, овощные и фруктовые соки, кондитерские и хлебобулочные изделия, виноградные вина, коньяки, минеральную воду и безалкогольные напитки, молочные продукты и сыры. Площадь экспозиции Кабардино-Балкарии составляет 91 квадратных метров. Также в рамках «Золотой недели» проходят около 300 конференций, дискуссий и семинаров, посвященных насущным проблемам сельского хозяйства и их решениям. Культурная программа выставки предполагает презентацию регионов и выступления художественных коллективов. Минсельхоз России предлагает значительно увеличить штрафы за неиспользование сельхоземель и рассчитывать их в процентах от кадастровой стоимости участков. Законопроект с поправками, подготовленный министерством, уже в Госдуме. За последние 23 года площадь пашни в России уменьшилась почти на 16,5 миллионов гектаров. А перед утерослей сегодня стоит глобальная задача – снижение импорта и наращивание экспорта. При этом надо не только менять земельное законодательство, но и совершенствовать механизмы господдержки, заниматься соцразвитием села. Из-за несовершенства действующего законодательства в сфере земельных отношений, как отмечает глава Минсельхоза России Николай Федоров, не обеспечивается защита сельхоземель от изъятия. Минсельхозам России предлагается ужесточить наказание за нецелевое использование земель сельхозназначения путем увеличения размеров штрафов, которые будут рассчитываться в процентах от кадастровой стоимости земельного участка. Пройдя сложный путь реформирования, сельское хозяйство сейчас выходит на новый этап развития. Сегодня уже отчетливо виден перевес малых форм хозяйствования практически во всех направлениях АПК. Благодаря господдержке село получило дополнительный импульс для своего возрождения. Мощно развиваются крестьянско-фермерские хозяйства. Субсидии и гранты помогают и частному сектору. Как обстоит дело в одном из самых крупных населенных пунктов республики Дагулукбея. Что волнует сегодня селян, то помогает им в решении проблем в части поддержки сельского хозяйства. У Хабид Лугачева шестеро детей. Они подрастают, соответственно увеличиваются и запросы. Создание собственного хозяйства – самый оптимальный и эффективный вариант в наших условиях, считает фермер. Сначала занимался только разведением крупного рогатого скота на откорм. Потом закупил индюшат в Ставрополье и открыл ферму по их разведению. Ежегодно выращивает до полутора тысяч голов. Больший затрат, чем для бычков получается, потому что каждый индюк там седает минимум 30 килограмм за свой. Корм сейчас дорогой, но в селе чем еще заниматься, когда без работы мы выбрали этот путь. В хозяйстве своей земли нет, корма приходится закупать. Скоро от Лугачевы приобретут дробилку, сами будут готовить концентраты. Чуть дешевле получится. А это тепличное хозяйство Хамидби Зеушева. Вместе с сыновьями Бесланом и Ахмедом он выращивает овощи. Сейчас идет подготовка основы под закладку семян будущего урожая огурцов. Сильно прибыльно не скажешь, конечно, но, как говорится, на хлеб хватает. С маслом немного. Мы хотим расширяться немного. Еще столько же хотим поставить здесь. Более выгодно. Если бы государство поддержало, мы бы развернулись. Новые рабочие места появились бы, говорит руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Эльдар Абазов. Сейчас здесь уже около ста голов КРС. Это гирефорды, ангусская, калмыцкая породы, сементалы. Стараемся, надеемся на государство. Я вошел в проект, в программу грант. В этом году не получилось. В следующем году надеемся получить грант. Эльдару помогает отец, руководитель села Аслан Абазов. Кстати, до этого он сам активно занимался сельским хозяйством. Разводил лошадей кабардинской породой. Глава Дагулукбея подчеркивает, государство помогает сельхозпроизводителю, но механизмы распределения господдержки неэффективны. Помощь должны получать те, кто на самом деле хочет приносить пользу селу, городу, республике. И сама процедура должна быть прозрачной. Я не вижу, по крайней мере, когда рассматриваются эти гранты, не выезжают на места. Приспособлен этот человек к этому производству, я имею в виду выращиванию того же скота или птицы. Пускай в республике 20 предпринимателей, начинающих предпринимателей, в этой сфере получить по 5 миллионов, чем 500 человек по полмиллиона. И ежегодно бы проверять это хозяйство, куда оно идет, в каком направлении, что развивается и расход денег, куда оно поступает. Во всем мире сельское хозяйство дотационно, иначе не выжить. В отдельных странах субсидии фермерам доходят до 40% от дохода. Российский крестьянин получает всего 3. И зачем тогда выращивать скот, если на рынке продукция будет стоить на треть дороже новозеландской? Товар либо не купят, либо придется отдать по цене себе в убыток. Фермеры настаивают. Нужно пересмотреть как объемы господдержки, так и механизмы ее распределения. Иначе российскому селхозпроизводителю конкуренции не выдержать. Овцеводство – одна из основных отраслей народного хозяйства, являющаяся в ряду случаев единственным источником получения важнейших видов продукции – черсти, мяса, смужков, меховых и шубных овчин. По уровню развития этой отрасли Юг России занимал некогда ведущее положение в стране. Здесь содержалось более 41% общей численности овец в России. Производилось свыше 50% черсти и мяса. Не была исключениями Кабардино-Балкария. Как обстоит дело в отрасли сегодня? Таких ягнят в атаре молодого чабана Эльдара Хамбаева сегодня несколько сотен. В племм овцезаводе Степной ответственная пора. Идет окоп. Получить племенное поголовье мало. Нужно его еще и сохранить. Тем более порода уникальная. Северокавказская мясощерстная. Выведена она в 40-х годах в Ставрополье и отличается большой плодовитостью. На 100 овцематок – 130-140 ягнят. Этому ягненку дней 4. Она хорошая, например. Если так пойдет, у нас все условия есть, все нормально. Дай Бог, чтобы урожай у нас, как говорят, хороший был. Будет, мы надеемся. Некогда отара овец в Зареченском насчитывала 7-8 тысяч голов. Сегодня в наличии 1500 овцематок, 200 баранов-производителей и молодняк. В Кабардино-Балкарии деградация отрасли привела к резкому сокращению числа специализированных овцеводческих хозяйств. По сути, племенной селекцией в республике сейчас занимается только Степной. Завод имени Атоева на стадии банкротства. Предприятия «Агроинвест», «Черек» и «Дарган» ограничиваются только разведением. Еще одна серьезная проблема – отсутствие паздвиж. С началом реализации крупных инвестпроектов в Прохладинском районе у многих хозяйств, в том числе и у Степнова, урвали под это дело большие площади земель. Содержать атару в загоне постоянно нельзя, а без нормальных условий нет возможности расширения или увеличения поголовья. В горы мы отправлять их не можем, потому что они не приспособлены к содержанию в горах. Мы вывозим крупнорогатый скот, там летом находится, а за счет того, что скот в горах, овец, используем эти поля здесь для кормления. Нужна целевая, а главное эффективно работающая госпрограмма по развитию овцеводства, убежден Ячный. Такая, как, к примеру, уже лет 10 осуществляется в странах Европы. Возможно, тогда удастся уйти от невысокой рентабельности отрасли. На этом, уважаемые телезрители, наш выпуск завершен. Всего хорошего, до следующей встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова